Московская пенсионерка за час лишилась денег, которые копила всю жизнь. Она сама отдала 2 миллиона рублей, на которые якобы была наведена порча. Всё произошло в самом центре Москвы, но подвоха не заподозрили даже родственники, ставшие очевидцами аферы. И этому есть объяснение о том, чем преступники воздействуют на жертв. Репортаж Ярослава Красиенко. Вот отсюда я взяла портфель, села сюда и вытащила деньги. Как пришла домой, откуда доставала деньги, 76-летняя Тамара Маркова помнит отлично. А всё, что происходило до этого, будто в тумане. Шла через мост, вон он, из окна видно. Подошли две женщины и словно заговорили. На вас наведена порча. Вам надо в храм сходить и взять пасхальной воды. И у вас наведена порча около вашей квартиры. Сделано очень сильно. На воск и на купюру на какую-то. Казалось, они знали всё. О проблемах со здоровьем, о недоброжелателях. Ещё сказали, что отвести от себя беды можно только с помощью древних обрядов. Но в первую очередь нужно отмолить деньги, которые кто-то якобы сглазил. Пенсионерка сходила за ними домой. По дороге встретила племянника с сыном. Мы её окликнули. Обычно бабушка очень позитивно реагирует на то, что встретил внука. А здесь её реакция нас поразила каменный взгляд. И она прошла мимо, только сказав, что мы скоро будем. Я со своими подругами. Этих подруг никогда в глазах не видел. Вот эти так называемые подруги как себя вели? В тот момент, когда мы окликнули бабушку, они отскочили от неё. Вот действительно, как ошпаренная. К этому моменту пожилая женщина уже передала мошенницам 2 миллиона рублей. Свои сбережения и близкого родственника. Сначала она отнесла незнакомкам меньшую сумму. Но для молитвы им вдруг потребовались все её деньги. Я второй раз пришла домой, собрала эти деньги и отнесла ей. И она опять читала молитвы, туда-сюда ходила. Я подождала полчаса, и я поняла, что всё кончено. Уже через час в квартире работали полицейские. По горячим следам аферисток задержать не удалось. Одна из мошенниц поднималась в квартиру. Поэтому в первую очередь сотрудники следственно-оперативной группы берут отпечатки пальцев с двери подъезда. Уже сегодня их проверят по всем базам данных. Изучить также предстоит записи с многочисленных камер видеонаблюдения. Всё происходило неподалёку от Киевского вокзала. И полицейские говорят, что шанс найти преступницу всё-таки есть. Ярослав Красиенко, Александр Чуканов и Алексей Подстрельнов. Вести.